Минавазин – дешевый, доступный, но бесценный препарат. Это средство продается в любой аптеке и отлично помогает при многих заболеваниях. При радикулите нужно смазать затылочную часть шеи, область тела по ходу седалищного нерва и позвоночник. Это гарантирует значительное облегчение. Отложение солей в суставах можно полностью излечить, втирая Минавазин в больные места в течение длительного времени. В годы, когда ноги не повинуются совсем, нужно смазывать Минавазином ступни и подколенные выемки один раз в день. Результат должен быть замечательный. Использование Минавазина при варикозном расширении вен снимает ощущение боли и тяжести в ногах, уменьшает отечность. Наносить раствор необходимо легкими круговыми движениями, от стоп к верху. При болях в сердце, с отдачей в плечо и боли зубов, составом нужно смазывать окружности уха два раза в день. Если вас мучает головная боль, можно натереть лоб и виски Минавазином. Если вы страдаете бессонницей, достаточно смочить ватный тампон в растворе Минавазина и протереть им шею с затылочной части от уха до уха. Вы быстро сможете заснуть без всяких снотворных. При простуде с кашлем делайте растирки с Минавазином. Натрите спину и грудную клетку, после чего сразу наденьте шерстяной свитер и ложитесь в постель. Достаточно 2-3 процедуры, чтобы избавиться от кашля. Если у вас начинается ангина, натрите область горла Минавазином и укутайтесь. А случился насморк, то достаточно понюхать Минавазин, закрыв сначала одну ноздрю, а затем другую. Минавазин используют от гайморита для снятия боли и отечности. На сам источник болезни, инфекцию, препарат не действует. Чтобы снять начальные симптомы, отек и боль, необходимо небольшое количество жидкости нанести на область гайморовых пазух и сделать легкий массаж. При боли в ухе нужно 2 раза в день делать тампончики для ушей с Минавазином. Достаточно смочить ватку раствором и поместить в ухо на 15-20 минут. Это снимает боль и воспаление. Рекомендуется пользоваться Минавазином женщинам. Как только почувствуете в молочной железе какую-нибудь боль, покалывание, сразу же натрите больное место этим препаратом. Боль быстро пройдет и снимется воспаление. Не применять при онкологии. Продолжение следует...